Если вы не знакомы со мной, меня зовут Роман Янушевский, я работаю на 9-м канале. Но помимо этого у меня историческое образование, и в свое время я писал дипломную работу о происхождении филистимлян. Ну, это как раз тема нашего сегодняшнего разговора. Она публикована? Она, ну нет, она не опубликована, но в переработанном виде она публикована, как статья по-русски. Нет, нет, это у меня российское образование, у меня два образования, израильское, российское и российское. А происхождение филистимлян, кто они такие, и какое они отношение имеют к палестинцам? Ну, а здесь мы, может быть, рассмотрим немножко шире, но слишком вдаваются какие-то детали, но тем не менее. На самом деле, многие, наверное, знают, что название палестимля происходит от анонима этого народа филистимлян. Ну, кто они такие были, и о чем они сказали, я расскажу. Римский филаток так называл израиль, чтобы не было никого вспоминаний о израиль. Ну, давай, так, будет человек один рассказывать, а ты ему послушай, хорошо? В общем, давным-давно, в очень дорогой галактике, народ филистимлян, они появились с древнего времена, где им упоминание о них, где-то, наверное, скучинство, или, можно сказать, 15 века до нашей эры. И мы можем проследить, откуда они вошли, по различным анонимам и по различным историческим источникам. Например, об этом пишут и египетские источники, об этом есть упоминание о Танахе, достаточно много о них пишется. Это главный противник евреев, первый еврейский царь Саул и его сыновья погибли в боях с пилистимлянами. Давид с ними сражался, но при царе свободе уже наступил мир, тишь и гладь. Придавиде, да. Дело в том, что очень многие люди путаются, особенно кто-то специально про нее не читал, люди путаются. Считается, что некоторые думают, что палестинцы, пилистимляне, то есть корень один и тот же, что, наверное, это одни потомки, палестинцы, потомки пилистимлян. Ну, в общем, сейчас я расскажу вам о пилистимлянах и о палестинцах, и вы сами сделаете свои выводы, кто-то к кому относится. Дело в том, что название палестинца относилось к евреям с начала XX века, практически до создания государства Израиля. Это индустрии и душатурных. И что вы кинули? Я не знаю, имело ли это смысл, потому что это как-то так повелось, что палестинцы, кто такие палестинцы, это те, кто жили в Палестине. Со временем уже подзабылось, кто там жил, ну, соответственно, евреи это палестинцы. И была даже газета «Палестайн пост», которая называется «Джеруслэм пост». Винхос, вы забираете мой хлеб. Ну, почему вам еще придет? Ну, кстати, почему переименовали газету «Палестайн пост» на «Джеруслэм»? Дело в том, что как раз это произошло, когда появилось государство Израиля. Палестайн это имело отношение к палестинскому мандату, который включил не только Израиль. Поэтому было уточнение, что это «Джеруслэм пост», а трансы Ордания, которая осталась по ту сторону реки Ордан, она уже не распространялась. Хотя она входила первоначально в территорию британского мандата. И так повело, что, да, палестинцами называли евреев, даже существовало общество палестинокилов, но в России по Гвейцион считали, что, ну, когда говорили, в начале 20-го века говорили палестинцы, то всем это было ясно, что это никакие не арабы, что речь идет об одном народе, это евреи. И так это все длилось примерно до создания государства Израиля, когда, по сути, чаяния еврейского народа на протяжении 1400-х годов его изгнали отсюда, и были безпризорными, потому что государство Израиль, зачем называться каким-то старомодным названием, были палестинцы, зачем палестинцы, когда мы евреем, правильно? Вот так и заброшили название палестинцы, и это имя осталось безпризорным, а потом его подобрали другие люди. Идеологи открыты. Да. И вообще, на самом деле, когда впервые это название на себя сдали в руках местной арабы, где-то после 17-го года, после декларации Балькура, но это название не прижилось. Это были отдельные лидеры арабские, которые думали, что вот мы сейчас на себя перетягиваем эту объяву, вот мы тут собрались и противопоставить себя евреям, вот мы будем так называться, но вплоть до, наверное, даже 60-х годов, большинство арабов не принимало на себя это название, и есть много примеров того, как они прям выступали, подчеркивали, что они говорили, ни в коем случае палестинцы это все выдоха, это не про нас, мы арабы, мы арабы Сирии, местные арабы считали себя жителями Сирии, или что это часть Южной Сирии, или Большой Сирии, но ни в коем случае не называли себя таким образом. Потом появился замечательный лидер Ясер Арафан, который искал себе нишу применения своим пламенным страстям, и он делал карьеру своим амбициям, и вот он взял на вооружение и активно пропагандировал. Верховный муфтий, который дружил с Гитлером, Хаджамин Аль-Пуссейни, он был один из тех, кто продвигал палестинскую вот эту идею, но она не прижилась, и Ясер Арафан, по сути, он стал вот таким образом преемником, он использовал эту идею, и при нем эта идея все-таки была внедрена, особенно после болезни улья арабов, поражения в шестидневной войне, в 1967-го года, и тогда же, вернее, даже за несколько лет до этого, КГБ взял вес Арафан в разработку, там были улья на территории России, на территории Восточной Европы, где тренировали палестинских боевиков, в противовес Израилю, который тогда уже, с СССР не было дипломатических отношений, и Израиль воспринимался как часть западного мира, так как было два пульса, холодная война, то он явно не относился к лагерю социалистических стран, уже, если были изначально такие тревюзии, и, соответственно, палестинских боевиков тренировали на территории Советского Союза или в социалистических странах, и там же родилась такая идея, почему бы вам вот не использовать, вот сейчас это имя как-то подзорвалось, а давайте вы скажете, что вы отдельный народ, и вам нужно реализовать свои отчаяния, и мы вас будем активно поддерживать из Москвы при помощи всего нашего социалистического лагеря, и будем продвигать эту историю, и таким образом, естественно, арабам это еще больше понравилось, палестинским националистам, и они взяли от себя это идея на вооружение, и таким образом, и стали утверждать, что они отдельный народ, которому требуется свое палестинское государство, и это до сих пор продолжается, но если есть народ, то ему нужно доказать свою историю, то есть не может взяться вот так вот народ за одну ночь, но вот этот перелом наступил в 1967 году, война, шестидневная война, она оказала мощнейшее воздействие на рабский менталитет, они почувствовали, рабы себя почувствовали, проиграв в войне, еще так унизительно, для них очень важно уважение, и получается, что вот это уважение как раз по самому больному месту их ударило, и стали задумываться, что же делать дальше, и вот как раз идея о том, что вот мы единый народ, у нас единая судьба, ну и как следующий этап, да, нам нужно объединяться, нужно, чтобы у нас было свое государство, она упала на подходящую почву, вот зерно взошло, и с тех пор активно продвигается мысль фалестинскими пропагандистами, что палестинцы это потомки древнего местного населения, а когда-то давным-давно они являлись частью палестинцев, но давайте все-таки мы посмотрим, кто такие палестинцы, они появились в 13 веке до нашей эры, это палестинцы, современные палестинцы, это кто этнический выходцы из Едипта, Сирии, на каком языке они разговаривают? на арабском, да? на семитском языке. на диалектах. ну да, на различных диалектах. древние фалестинцы это группа народов, которые приняли участие в одном из первых великих переселений народов. это было связано с большой засухой и с одной стороны, а с другой стороны с наступлениями ледников с севера, и они проживали первоначально на территории северо-западнее Греции. давайте карту покажу. на территории Эпира, ну то есть там, где сейчас находятся Албания и Македония. вы видите, да? сейчас я эту карту уберу. какое из греческих племя считается? это не греческое племя, это союз племен, которые были до греков. да, из греки и кутичьи. всему своё время, сейчас расскажу. в общем... если вы помните, в общем, самым таким знаковым событием, которое говорит нам, дошло эхом, прошло так много времени, да? получается, сколько? две, четыре тысячи, три с половиной тысячи лет, да? грубо говоря. и эхом тех событий, которые мы помним, это Троянская война. Одиссея, Гомера, она описывает как раз эти события, как там различные племена объединялись в коалиции, они боролись друг с другом, Великое Трое, потом она пала. в общем, здесь началось великое переселение народов, постепенно они перемещались, часть ушла в Грецию и попала сюда на Крит, здесь существовала потом Великая Крит, Амикенская цивилизация, морская часть ушла сюда, в Малую Азию, вот как раз здесь, где-то здесь было Троя. Кстати, назывались они, это была группа родственных народов, среди них были ахейцы, например, и египетские записи, египетские надписи подтверждают, когда распространены древние египетские языки, на территории Египта есть много различных гробниц, пирамид, и в частности, там есть те, которые относятся к 13-14 веку до нашей эры, секундочку, вот одно из них, это найдено было в Меденет-Хабу, вот это выглядит так, это Троянская война, вернее, нет, 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 я неправильно говорю, нет, это народы, которые принимали участие в этом великом переселении, и они, это народы, которые знали, с одной стороны, морское дело, с другой стороны, у них было более современное оружие, они владели железом, и они знали, что такое колесница, они обучили египтян колесницам, и первое время египтянам пришлось очень туго, когда волны этих народов нахлынули на Египет, и это одна из морских битв, вот так это выглядит вот этот храмовый комплекс, Меденет-Хабу, вот, он находится в Египте, все далеко от Каира, и, честно говоря, я по карте не смотрел, но я думаю, можно нагуглить, посмотреть, где конкретно он находится, вот, сейчас я покажу, вот эту картинку, вот так она выглядит, здесь можно посмотреть, вот, египтян вы ясно видите, да? Ну, да. А видите, вот головные уборы, такие как перья, это головные уборы ахейцев, как раз, которые, которые были в Трое, да? вот здесь египтяне берут их в плен, здесь, вот видите, да, какое ожесточенное, кровополитное сражение, ну, и вот здесь, при помощи богов, да, египетский фараон, он посылает стрелы, в общем, и побеждает. И вот здесь написано, египетское письмо, которое шифровали только во второй фоне 19 века, там написано название этих народов, которые пришли. Ну, древний египетский язык, он тоже был по слоговому принципу, то есть, не как натириться, что там гласное-согласное, а мы только согласное знаем. И там есть народ, который называется Пелесет, Пелесетет, есть Акэвэшэ, считается, что это Акэваша или Ахейцы, да? Есть там Тересэн, Терсэны, в общем, там есть несколько народов, в общем, это союз-пулемет родственных, которые атаковали Египет. Египет им не удалось заплатить, несмотря на то, что у них было новейшее оружие, но это было достойное сражение, и там даже... Там было даже при нескольких фараонах, было несколько сражений, в частности, при фараоне Рамзасе Третьем, вот было одно из самых крупных сражений, и когда стало ясно, что вот эти племена, которые названы здесь, народы моря, не бить их, называть еще Гуэй-Аям, и когда стало ясно, что они проиграли это сражение, но они проиграли его достойно, египтяне сочли за честь, подружиться с ними, некоторые племена лучших воинов, они даже фараоны брали к себе телохранителями, большую часть от греха подальше отправили на самую дальнюю заставу, которая была в тот момент в Египетской империи. Что за заставы? Сейчас покажу. И что было на них наружу? Вот эта застава находилась вот примерно на этой территории. Они, в первую очередь, народы моря, и немного народу суши, то есть они сильны были в морском бою и на колесницах. Поэтому они, в первую очередь, обосновались на территории современного Израиля и сектора Газа. Но самое знаменитое в Филистинской Пятиграде, оно находилось вот здесь, где сектор Газа. У них было пять городов, по одной из версий все пять были основаны ими, по другой был основан только один из пяти городов, но это такие города, как Аждот, Ашкелон, Газа, Экрон и Гат. Пять этих городов. Их называют Филистинской Пятиграде и они существуют... На самом деле, эти народы оказали большое влияние на современность, но мы этого не осознаем. Некоторые слова из их языка мы до сих пор используем. Расскажу. Некоторые слова из их языка мы до сих пор используем. Эти технологии, там, добычи железа, например, мы тоже получили от них. Ну, возможно, эти технологии появились бы и позже, да, но они были ими развиты, да. И сама идея, которую ее потом переняли в греки, город, крепость, полис, она принесли вот эти племена, они были до-греческие, про-то-греческие, и частично и частично они частично они были вошли в состав греческого народа, да, перемешавшись, там уже переработавшись, позже часть из них станет греками. По поводу других частей я скажу чуть позже. А слова, которые они используют, мы на самом деле не так много знаем слов из христианского языка, но те слова, которые мы знаем, это, например, князь, который правил в каждом конкретном городе, то есть у греков там была демократия, а у этих был, во главе стоял такой царек, да, он назывался Сэрен. От этого в иврис слово пришло Сэрен, Ираф Сэрен, да, воинские звания, и Тиран, греческое слово Тиран, Тиранус, Тиран, то есть один человек, который всем управляет, да, это повлияло соответственно на греков, да, вот это одно из тех слов, которое дошло из языка. Другое слово, колесница, или нечто движущееся, мефона, машина, в общем, оно потом попало в греческий, и в латыни, в русский, да, во все европейские, и индоевропейские языки, но вот это из этого языка. Мехонагу, вот само слово, мефона, и они первым делом освоились здесь, но на самом деле, насколько, насколько я делаю выводы, мне кажется, что все-таки Танах, он принижает их значения, ну, понятно, там видно было, что они их недолюбливали, они выставлены негативно на свете, но и значение их тоже применчается, потому что археология показывает, что они жили не только здесь, в Пятиграде, да, вернее, там какие-то части их истории, они умалчиваются, да, то есть может быть не говорится про них неправда, но не досказывается, и мы можем только по каким-то посвенным признакам, да, мы можем делать выводы, например, как раз в тот момент, когда появились эти народы на территории современного Израиля и сектора Газа, там изменился способ захоронения, стали хоронить таких, может быть, вы видели в музеях такие длинненные такие гробы, и там сверху накладывается такая крышка с ображением лица, но они такие, частые стоячие, стоячие ставят. Потом керамика совершенно стала другой, фористимская керамика очень напоминает Критомикенскую, как раз она такая безмятежная, там не слишком много красок, но там нарисованы какие-то птички, рыбки, иногда бывает, что сосуды, там ручки, это девушки, плачущие девушки, которые плачевают, гибель Критомикенской цивилизации, которая погибла из-за природной стихии, там сильно вулканическая деятельность и миф об Атлантиде, возможно, он как раз пошел как это эхо тех самых событий, как пропала Критомикенская цивилизация. Вот, и эту керамику в частности находят в Бейджиане, в Бейджемище при раскопках. Помимо пяти городов филистинских, то, что я вам называл, есть еще Секилаг, Циклаг, есть такой городок, тоже упоминается под их контролем. Потом есть город Дор, вот, вот здесь он находится, это Нахшолим, Хибутс-Нахшолим, недалеко от Атлита, чуть южнее от Атлита, там есть древний порт, развалины порта, и вот там тоже находили следы пятиземля. То есть они не могли все поберечь, по-прежнему? Не только все поберечь, я говорю, до Бейджиана, до Бейджемиша, но они не, но когда пришли позже из изгнания вернулись евреи, евреи, больше жили как раз на территории там, где сегодня палестинцы живут, горные районы, и потому что наравнение филистимляния со своими колесницами просто им не было равных, а в горах на колесницах особо не разъездишься. И получается, что вот было такое против... То есть они не дошли и на то, что там они прижили, да? Да. Да. Ну а потом постепенно в общем были опять же напряженные кровавые войны с Саулом, когда Саул сам погиб если не изменять память, где-то в раннемегиду, да? Вильбоа. Вильбоа, ну да. Вот. В общем, они говорили на языке, который индоевропейский, да? Вот слова, которые там мехуна-машина, да? То есть это индоевропейский совершенно не семитский язык, совершенно другая структура, другая логика, другой менталитет. Они пришли из территории Европы. Что с ними стало в конечном итоге? Есть несколько версий, самая такая классическая версия, то, что они просто растворились среди местного населения, чем, собственно, на этой версии прозицируют палестинцы. но я думаю, здесь дело было сложнее, я несколько лет этим занимался и там разные источники изучал. Моя версия, на самом деле, может, мне стоит тоже книги писать. Вот, я говорю, у меня есть своя версия, которую я нигде не встречал. Да, в общем, она недостаточно разработанная. В общем, по мере того, как я полагаю, по мере того, как филистинане стали терпеть поражение, их постепенно выдавливали отсюда. Часть из них вернулась в Грецию, часть из них вернулась на остров Сицилия. Собственно, в племя, да, дело в том, что название острова Сицилия происходит от одного из народов моря, Шекелеш. Сицилия. от названия другого народа моря происходит остров Сардиния, Шерден. А еще один из народов моря, их потомки, ну нет, сами народы моря, голубоглазые люди на колесницах, знающие что такое канализация, они прошли насквозь через всю пустыню Сахара практически и на территории где южнее Ливия и там рядом Нигер существовала городская цивилизация, которая потом канула в лету. Там было семь или восемь крупных городов и там скальные росписи найдены. В общем, те же самые афейцы, они там существовали и там была своя небольшая цивилизация, но как-то вот она зачахла, может быть, опять же, из-за природы, да, то, что там началось резкое пустыневание. Моя версия такова, что постепенно они расселяли, соответственно, чем больше людей уходило отсюда, тем они слабее становились и поэтому проще было побеждать. То есть, возможно, часть там небольшая, какая-то мизерная действительно смешалась с населением, потому что известно, Самсон любил Далилу, правда, она была его любовницей. Я скажу потом. Скажу мало чего. Неизвестно. Неизвестно, да, мы не знаем. но известно, что евреи в те времена достаточно охотно женились на представителях других соседних народов, например, усыновей Якова, с 12 усыновей, 11 женились на египтянках. А это где? Они прошли Гиеву. Понятно, Гиеву, конечно, не волнует. Вопрос какой Гиеву нас сейчас не волнует. Но медраджи другие говорят, говорят, что на сестрах от других матерей они живы, не висели. Это один вариант, а второй, что на местных жителях. Просто в Египте я никогда не слышу. Ну, хорошо, по одной из версий, я скажу, осторожен уже. Приятного аппетита. Там заняты, там очень большая, не пускают пока. Даже тем, кто первые оси, первую смену, нет места. Это не пускают. Это не пускают. Это не пускают. В общем, подводя итог, филистимления действительно очень серьезно повлияли на историю Европы, восточной Европы и Ближнего Востока, но тем не менее они канули в лету, и даже если какая-то незначительная часть из них перемешалась, то с таким же успехом она перемешалась и с еврейским народом, и с хананейцами. В общем, если судить по такой логике, то евреи имеют ровно такое же право претендовать на палестинское наследие, на пилистинское наследие, как и палестинцы. А есть такое утверждение, что среди рафских народов больше этих пилистинлян, типа греческих. Сейчас, подождите, я еще не пошел до палестинцев. Нет, не в этом дело. Вы уже стоите второй этаж. У них не больше прав, чем у нас. Откуда представление такое, что какая-то часть этих пилистинлян? Нет, я говорю по логике. Если судить по логике заявленной, что они потомки, и судить по этой логике, то судят последовать такой же логике. Они не знают, что они потомки тех пилистинлян? Да, да. Поэтому они называются палестинцы. А теперь давайте посчитаем просто сколько... Исторических просто здесь не было, да? Об этом и речь. Как в анекдоте, да, про ООН? Да, да. Но нас там еще не было. Собственно, с этим и хотим поговорить. На самом деле, последнее упоминание о пилистинлях, которые я нашел в исторических источниках, она относится примерно к... это, кажется, 611 год до нашей эры. Как раз здесь были ассирийские завоевания. Ассирийцы и... И потом и египетский фраус с другой стороны тоже наступал. И, по всей видимости, там, если даже кто-то последний и оставался, то есть они там или погибли, или, ну, уже просто они стали настолько невлиятельной группой, что просто они перестали упоминать. Таким образом, если мы возьмем, грубо говоря, 600 лет, плюс еще 600 лет до появления пророка, то есть это 1200 лет, поделим математикой, одно поколение, скажем, 20, 20 лет, или еще 200... Появление чего? Ислама. 1200 поделить на 20 лет. В общем, там столько поколений, что просто совершенно глупо и бессмысленно об этом говорить. Тем более, что мы находимся на историческом перекрестке, где туда-сюда ходили завоеватели. Да, все смешивались, то есть это такая индивидуальная смесь. Вот, но возвращаясь к палестинцам. На территории современного Израиля, где-то вплоть до середины 19 века, жило не так много людей, потому что место это было недружелюбное, достаточно запущенное. Здесь было много болот, здесь, летом здесь было очень жарко, и болот, и малярины, и комары. В общем, когда евреи стали сюда приезжать в 80-е годы, в 19 век, а все крутили пальцем об виска и говорили, ну что совсем. Собственно, да, действительно, первая, там, вторая алия, действительно, много людей остались здесь навсегда, потому что они испытали большие трудности, и здесь было много болезней. Но, тем не менее, они осушили болота, и, в общем, здесь этот регион начал как-то развиваться. Если мы посмотрим в целом, то Северная Африка и Ближний Восток были достаточно неразвитыми, и работы здесь было мало. Но когда евреи стали сюда приезжать, они стали что-то строить, потребовались рабочие руки, кому-то нужно было работать, как и сейчас работают арабы, ну, помимо еврея тоже работают, но, в общем, потребовались рабочие руки. И сюда стали стекаться, стали приезжать сюда легально, и, в том числе, нелегально, стали приезжать сюда достаточно значительное количество людей. Но началось, на самом деле, это еще до того, как, до первой алии. Из Египта в первой половине 19 века сюда бежали, бежала молодежь, которая дезертировала из армии египетской, не хотела там служить, и там была очень суровая служба, и они прибегали сюда, привозили своих друзей, родственников здесь селились, основывали первые колонии. Потом появился Мухаммед Али Паша, который стал ставленником турецкого султана в Египте, но потом ему показалось это мало, и он объявил себя сам султаном, и начал бороться с турецким султаном, и завоевал всю территорию и Египта, и Израиля, и Ливана, и Сирии, в общем. И когда он пытался здесь закрепиться, как раз это была пограничная зона, он устанавливал здесь военные гарнизоны, и это середина 19 века. И сюда привозил солдат и их семей, и здесь, в общем, поселилось несколько тысяч таким образом египтян. Потом, когда, в общем, началась движуха, привелась работа, то, ну, это, конечно, здесь не был клондайк, но, тем не менее, кормить семью надо, в общем, достаточно многие местные жители, скажем так, я захватывал всю Северную Африку и Вереднюю Азию, и в самые дальние приходили аж из Афганистана работники, которые здесь целыми группами, легально, нелегально, об этом писали газеты силийские, израильские, израильские, и британские потом уже газеты, и турецкие писали. В общем, целыми группами сюда приезжали, и они расселялись в различных местах, то есть, например, в районе Цфата селились фурды и марокканцы. По перейти 1882 года, по меньшей мере, четверть из 140 тысяч мусульман были или сами прибыли сюда, или первые, или, как получается, их родители прибыли сюда. Достаточно крупная группа курдов здесь селилась на протяжении достаточно длительного отрезки времени, они селились в самых разных местах. Мы называем, мы говорим арабы, но мы не понимаем, что там целая пёстра этническая карта. И там есть, например, курды, не менее 100 тысяч человек, и это только на территории Израиля, а в Иудеи и Сомалии еще 400 тысяч человек. Вопрос, если они курды, они себя до сегодняшнего дня осознают как курды, или это у них просто потеряно? Они помнят о том, что, скажем так, большинство из них помнят о том, что они курды, но они не позиционируют себя как курды. Я думаю, что в этих группах тоже все это индивидуально. Например, под Иерусалимом Абу-Гош, там живут потомки черкесов. Они помнят, что они потомки черкесов. А некоторые, они хотят как раз таки свести на нет и говорить, нет, мы мусульмане, мы арабы. Но тем не менее, очень распространенная в палестинской фамилии Аль-Курди. Ну, не помните, да? Опять же, если мы судим по именам, то можно посмотреть, откуда прибыли предки этой семьи, этого клана. Например, Аль-Мастри, это Митзов, Митсраим, да? Если Халаби, это значит из Сирии, там уже провинция Халаби. Ну, в общем, есть много имен, достаточно говорящих, которые говорят, откуда прибыли эти люди. Вот. И потомки курдов... Я работал с одним парнем, которым фамилия его была Курди. Он говорил, я палестинец. Его мама палестинка, папа израильский араб. Но он говорил, ну, я палестинец. Но при этом он был потомком курдов. Еще здесь у нас есть, вы знаете, две черкесские деревни, которые тоже мусульмане, но тем не менее, они черкесы. Они, вот они помнят о том, что они черкесы. Помимо Абу-Гоши, есть деревни Ратамия и Кафаркамо. Кафаркамо. Да. Вот. Можно это зависит от компактности кризису? Да, да, я думаю, что тоже. Там, где они как-то друг с другом взаимодействуют и хранят, там, да. А там, где один уехал, там все таки. Ну, очень-очень много, очень много среди палестинцев, выходов из Египта. И, опять же, я говорю, на протяжении 19-го и 20-го века они селились в самых разных местах. Многие приезжали в Яфу, потому что это морской порт, пребывали по морю. Часть из них оседала прямо там. Например, многие из вас, наверное, знают улицу Садовик. Ну, да, опять же, это была группа египтян, шейх у них Садовик. Вот они там осели, потому что сейчас об этом как напоминает улица. Потом Абу-Кабир, знаете район? Там осел другой клан египетский. Шейх Мунис, Раматавив, современный. Это тоже египетский клан, который там осел. Самое забавное, не знаю, в кавычку, то, что когда в 1948 году часть местных арабов бежала или была изгнана, некоторые из них возвращались к своим родственникам назад в Египет и вселились там. Они помнили, что это их родственники. Ну, видимо, какие-то связи были. Ну, значит, не теряли связи. Потом в 2012 году бывший министр безопасности, что ли, Хамаса, Патри Хамад признался в одной египетской телевизионной передаче. Он пытался выступить перед египтянами, когда те, в общем, перестали им помогать. И он обращается к ним, пытаясь убедить. Мы же с вами братья. Вы что, забыли? Мы, 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 это вы. Половина из нас, вот, цитирую, половина из нас египтяне, вторая половина саудовцы. Не забывайте. У нас не поддерживают. Да, почему вы нас не поддерживаете и не даете нам денег? Мы такие же, как вы. Как можно, если хотите, можно найти в интернете легко видеофрагменты. Две видео. Ну, то есть, на самом деле, они все прекрасно помнят, кто откуда приехал. Здесь есть еще другие небольшие группы. Например, есть армяне-христиане, да? Они бежали, в основном, уже в начале 20 века от турецких погромов. И они помнят о том, кто они. Ну, я думаю, это связано, может быть, с тем, что их объединила такая трагедия. С другой стороны, то, что они христиане, это тоже, в отличие от мусульманского большинства, от их как-то изолировано. Плюс там есть свои искусства, вот, ну, как-то, ремесла, ремесла, да? Керамика, да, вот, самое известное. Например, золотой купол, да? Вот это здание золотого купола. Синяя керамика – это армянская керамика. И самое забавное, что в свое время, как раз, когда шла резня армян в Турции, все вот эти ремесленники, ну, это все-таки, это ремесло, которое было семейное, все вот эти семьи ремесленников, они уехали в Иерусалим. Они поселились в Иерусалиме, а в самой Армении их не осталось. Они живут у нас. Есть небольшая группа мусульман, туркменов и туркоманов. Они живут, сейчас я вам скажу даже где. Их десятки тысяч человек насчитывается. Они живут в районе Джунина, в северной Самарии. И есть небольшая группа в Хайфе и в Иерусалиме. Есть группа босьмийцев, которая поселилась на территории Самарии, опять же, в конце 19 века. В конце 19... Тумус Ая, знаете такой поселок? Очень богатый. Очень богатый, недалеко от Шилло. Это, наверное, один из самых богатых. Там такая дорога идет, и там пазмы растут красивые. И там трех-четырехэтажные виллы, очень благополучный поселок. Выходцы из Боснии. Причем... Это совсем не арабы. Как? Палестинцы? Они мусульмане. Палестинцы. Да они все же арабы, все пусыльмане. Подожди. Палестинцы. А это не арабы. Все это не арабы. Палестинцы как национальность или как религиозное принадлежность? Дело в том, что было арабское националистическое движение. То есть здесь есть много идеологии и политики во всем этом вопросе. Плюс палестинские лидеры, они специально сводят на нет вот эти различия, чтобы подшлифовать это все дело и сформировать один арабский этнос палестинский. Работа над этим идет. Не, 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 не. Именно по... Смесь... Ну, что, национализма с религиозным. Да. И вот в этой деревне Тумус Айер, например, в 60-х годах умер последний человек, который еще помнил, его родным языком был сербо-хорватский, да? То есть там были люди еще в 60-е годы, которые помнили язык у страны исхода. Их около 20 тысяч человек на территории Эриц-Исраэля, то есть мы возьмем и туристическую автономию, и Израиль. Есть албанцы, потомки албанцев арабизированы, они живут в Акве и в окрестностях. Есть группа в Иерусалиме, несколько тысяч человек. Есть маленькая группа цыган, цыгане-мусульмане. Цыгане, которые стали исповедовать ислам. Но, видимо, их насильно исповедировалось. А что они сегодня считают арабами, или они, как они, цыгане? Дело в том, что они вряд ли будут говорить, вот мы цыгане, а не арабы. Они просто, их мало, они боятся. Пойдем смотрим, например, арамейцы же сказали, мы арамейцы, да? Вот, я как раз хотел привести пример, чтобы внутри Израиля арамейцы не побоялись. Но это нужна смелость, чтобы заявить об этом. Вот, арамейцы, да, опять же. И ассирийцы, потомки ассирийцев. Самаритян, которых насильно исповедовали, а в Шкерии там 20-30 тысяч человек. Да, да, да. Осталось там всего около 800 человек живут. Есть партачик маленький в Холдоне и есть на Аргрезим. Самаритяне. Они были, это народ, который здесь живет, скажем так, не покидая это место, наверное, дольше всех. Потому что евреи уходили в Египет и возвращались. Какой евреи? Бабилонский френд. И самаритяне, они потом их переселили в Армад. Ну, неважно, евреи уходили в Египет. А, да, 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 да. Смаритяне переселили насильно сюда. После нарушения первого храма, в общем, произошел раскол, и они сказали... Не раскол, они приезжают сюда другие народы, и они лечили принять заседание в Египет. Но они приняли ее немножко не так, как это стало. Есть еще... Они, в принципе, верят в итог. Есть еще подобные... Арамейцы живут на севере Израиля. На севере? Там есть несколько деревень, да. Они тоже арабы, мусульмане? Да. Нет, арамейцы и христиане. Арамейцы и христиане. А самаритяне кем были в тот момент? Они имеют мир. Они приезжие. Нет, там есть комиссированные самаритяне, а есть те, которые еще сохранились именно самаритяне. Они исповедуют свою версию иудаизма. Вот это. Вот. Есть еще... Может, вы слышали этого? Есть такая деревня недалеко от Кенсаря, Джисар Аз-Зарка. Это деревня, которая в 1948 году, когда, казалось бы, многие арабы или были враждебны Израилю, они или сражались, или покидали, а эта деревня, она сразу же договорилась с евреями, и сказал, мы соблюдаем нейтралитет, мы в это не вмешиваемся. Они остались, эта деревня существует до сих пор. Почему они так поступили? Там живут потомки суданцев, суданских рабов, которые их привозили сюда. То есть даже внутри арабского сообщества, они всегда были таким... нескольких. Да, и они принадлежительно относились. И, в общем, они остались здесь, и они, как и более, смуглые. Кстати, в Газе тоже есть потомки суданцев и суданских рабов. Бывает, так, может быть, вы тоже видели, что есть такие палестинцы, то видно по ним, что они очень темные. Вот они... Это потомки суданских рабов. Какой здесь вывод? Ну, вывод, по-моему, напрашивается сам собой, что мясное смолочное не мешает. Есть, например, в ремней группе народов в Филистимляне. Она существовала длинным-давно, и если там есть какая-то мизерная капелька крови, которая есть в современных палестинцах, то точно такая же мизерная капелька крови она есть в современных евреевх. и поэтому напрямую проводить такой вот грубую параллель совершенно неправильно. Еще один такой момент... Вы пропустили начало, поэтому... Они... Последние упоминания в 7 веке до новой эры. То есть сейчас ничего не слышно. Уже в 6 веке до новой эры уже нет. Македонский. Предохвативай за Александра Македонского. Я слышал эту версию, но я не нашел подтверждения в исторических источниках. Но это пока не очень исполненный, да? Ну, предположим, да. Я не встречал, но предположим, я не встретил этот источник. Македонский это 4 век до новой эры. Ну, хорошо. Еще 200 лет. Вообще не очевидно, что он был в Израиле. Это только... Это не правда. Ну, если выдают. А как... А в Персию? А в Персию? Смотрите, в общем... Народ... Народ... Пиласты... Пиласты, от которых пошло название Палестильяне. Греки исказили это название Пиласги, потому что они не могли произнести. Их назвали Пиласты. Их назвали Пилштим. Это стало именем нарицательным. Как мы говорим, барбары, да? Греки называли там Бар-бар-бар-бар-бар. Шутили над людьми, которые находится в других языках. А это слово Пилштимляне, в Иврите получило негативную коннотацию. Ну, как вообще. Народа уже нет давным-давно, а слово живет, что пришли в Торчисе. И палестинцы тоже берут себе такое название, тем самым они предсказывают свою судьбу, что они здесь не живут, не жили. Это не их место, это не их судьба. Спасибо. Спасибо. Да. Да. Я не знаю, это может быть много кто. Какие-то мусульмане, наверное. Значит, фактически, палестинский народ это нелегитимное название. Это нет такого народа? Нет. Сейчас их формируется. Мы не можем сказать, что его нет. Он формируется. Но нельзя говорить, что народы меняются на протяжении истории. Сейчас существуют идеологи, которые их объединяют. И они сейчас формируются как народ. Но еще там 60-70 лет назад их не было. Смотрите. Было такое государство, называлось его Советский Союз. И говорили, советский человек. Но при этом это были люди абсолютно разных национальностей. Я считаю это палестинцы. Они как-то вот за освобождение Палестины назвали. Присвоили Палестины название, как это сделали англичане, да? Ой, римляне, чтобы разрушить их. Но это же не народ. Это некое сейчас объединение разномастных людей. Это объединение разномастных людей, да. Как можно говорить арабы Палестины? Арабы живущие на территории Израиля. Они никак не палестинцы. Опять же не арабы, я говорю там, потомки Мышников и... Меня попрошу...